Александр Степанович Рогачук, председатель Брестского горысполкома, депутатский корпус единогласно проголосовал за его кандидатуру, так же, как и за кандидатуру главы администрации Московского района областного центра Вадима Васильевича Кравчука. Кадровая ротация – это своеобразный толчок к решению задач на более высоком уровне, новом, с прежней мудростью и опытом уже бывших руководителей и с энтузиазмом и решительностью вновь назначенных. Новая метла, говорят в народе, по-новому метет, это так, но и такой градоначальник, как Александр Полошенков, который руководил Брестом на протяжении 10 лет, не ушел на совсем. Его знания, подноготное города, его наработки пригодятся, мудрость и опыт Александра Сергеевича будут востребованы. Звание почетного гражданина города Бреста, которое было ему присвоено, обязывает. Как отметил губернатор Брещен Константин Сумар, выбирать всегда непросто, но благо в том, что есть из кого выбирать. Но все-таки критерии оценки присутствуют. Я всегда, когда предлагаю на должность того или другого человека, конечно же, я всегда возлагаю, что будут определенные сдвиги в лучшую сторону и эффект от этой работы будет лучше. И покуда, если так вот я прикидываюсь за это время, ну не было каких-то больших сбоев, поэтому я надеюсь на то, что и Александр Степанович Рогачук, именно мои надежды, и оправдает доверие президента нашего, который вот вчера как раз дал договор на его назначение. Другого не дано. И я сегодня специально этот разговор серьезно обострил, для того, чтобы его, он с чистой листа, будем говорить так, и с открытым забралом начал этим делом заниматься. Александр Рогачук обладает всеми вышеперечисленными губернатором качествами. Понимает серьезность ответственности, которая легла на него, понимает и значимость своей работы. Областной центр и регион достаточно развитый и постоянно развивающийся. Потенциал огромный. Сделано немало. Но и дел грядущих глазом не окинуть. Я прекрасно осознаю ту степень ответственности, которая возложена на мои плечи с сегодняшнего дня. Понимаю, что в городе очень много сделано. И понимаю те задачи, которые необходимо сделать. Необходимо сделать к тысячелетию нашего родного города. Необходимо сделать, может быть, уже завтра, потому что комфорт жителей города Бреста. Это главная задача для местной власти. И те задачи, которые поставлены сегодня губернатором, главой государства вчера, которые были поставлены, конечно, они будут реализованы. Реализованы с какими-то новыми подходами, с каким-то новым, как я уже говорю, почерком. Самое важное, чтобы был результат. А результат должен быть один. Наш город Брест должен быть самым красивым городом Республики Беларусь. Особое внимание на это нацелил новых руководителей Константин Сумар. Следует обратить на работу с людьми. Формализм должен напрочь уйти при рассмотрении обращений граждан. Также необходимо повышать исполнительскую дисциплину. Руководитель области напомнил, что государственным служащим даются большие права. Но не менее большим будет и спрос и с аппарата чиновников, и с человека, который руководит этой командой.